Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как понравиться людям? У меня с трех лет всегда были проблемы с общением, я никак не могу понять, как это делается. В положительной я ощущаю себя как будто бы за витриной, стою и наблюдаю, как живут люди. Я вижу, как люди встречаются, влюбляются, женятся, разводятся, рожают детей, развлекаются и занимаются чем-то интересным. Все это очень увлекательно, но иногда мне становится очень грустно от того, что я сама не могу поучаствовать в жизни, я все время в стороне. Я делал попытки влиться в разговоры, пытался разговаривать, общаться, но я не нравлюсь с людьми. Кажется, что я что-то делаю не так, кажется, я не умею разговаривать. На вопрос «расскажи что-нибудь» у меня возникает ступор, я понимаю, что я абсолютно неинтересный человек, мне даже о себе нечего рассказать. С другой стороны, когда меня начинает добрашивать, что я делаю через каждые пять минут, меня это начинает злить, и общение тоже не складывается. За это я никак не могу выйти замуж. С одной стороны, я страдаю от того, что я в изоляции, с другой стороны, я терпеть не могу, когда лезут мои дела. Что можно сделать, чтобы стать нормальным, как все? В первую очередь, хочется разграничить направленность в том, чтобы понравиться людям. Это одно, а проблема с общением – это другое. И общение никак не связано с тем, что вы нравитесь людям, по крайней мере, в начале. То есть, как бы, скажем так, аспект симпатии не означает хорошего общения. Ну и наоборот, хорошее общение не означает аспект симпатии. Это разные вещи, они идут, как бы, параллельно, параллельно. Дело в том, что у многих людей наличие симпатии к человеку обозначает проблемы с общением. И для этих же людей отсутствие симпатии или наличие какого-то негатива обозначает более свободный канал коммуникации. Поэтому, принимая во внимание, что это не тотальная характеристика, все же хочется сказать, что необходимо разграничивать стремление к симпатии, стремление к тому, чтобы понравиться людям и общение. Я бы сказал, что несмотря на то, что где-то эти два момента пересекаются, все же желание понравиться кому-то практически всегда полностью исключает возможность с этим человеком общаться. По крайней мере, свободно. Работает это примерно следующим образом. Если я хочу тебе понравиться, то я должен общаться на те темы, которые интересны тебе. Если я общаюсь на те темы, которые интересны тебе, то, соответственно, я игнорирую свои собственные интересы. Нет, если так совпало, что мне нравится то, что нравится тебе, это хорошо. Но подобное совпадение достаточно, на мой взгляд, редко. По крайней мере, в статистическом контексте и непосредственно вот в общении с людьми. Это первое. Второе. Общение не является самоцелью. Ну, то есть, у меня не может быть цели общаться с кем-то, просто чтобы общаться. Общение всегда обладает контекстом. И не одним контекстом. И даже не двумя. И если этот контекст для человека значим, можно быть уверенным, что такое общение не закончится. Но если у общения нет контекста, или контексты не откликаются человеку, или контексты вызывают у него какие-то внутренние конфликты, противоречия, то в таком случае общение является затруднительным. Поэтому, говоря о том, как это делается, здесь хочется сказать, что вы, на мой взгляд, преследуете цель не сказать что-то человеку. То есть, прямо буквально, у меня есть что тебе сказать. Или у меня нет чего-то, что бы я хотела тебе сказать. А вы преследуете цель немножечко другую. Цель говорить. Цель, ну, это прозвучит немножечко грубо, сотрясать воздух. Сотрясать воздух можно пустой болтовнёй. Является ли это общением? Сильно вряд ли. Влияет ли такое общение на отношение человека к вам и ваше отношение к человеку? Тоже сильно вряд ли. Дело в том, что, когда мы смотрим на то, что нам есть сказать другому человеку, и что нам, и когда мы признаёмся себе в том, что нам нечего сказать другому человеку, мы в этом, условно говоря, проявляем свои ценности. И эти ценности, как результат, вызывают реакцию у других людей, позитивную или негативную. Из таких вот реакций и стимулов и выстраивается непосредственно общение. Я бы даже сказал, что компактно. Но здесь есть, пожалуй, такой важный нюанс, что то, что я хочу тебе сказать, проистекает из моего опыта, из моих ценностей, из моих откликов на происходящее и так далее. И выбирать то, что вы хотите сказать другому человеку, опираясь на определённые приоритеты, не так легко. Потому что вы всегда здесь будете сталкиваться с тем, что то, что важно, например, вам, ну, может быть не важно другому человеку. А это всегда риск, это всегда вероятность почувствовать отвержение, вероятность почувствовать, ну, какую-то, например, боль. И в этом смысле, в этом случае, может возникать страх. Дальше. Вы пишите, по жизни я ощущаю себя, как будто за витриной. Стою и наблюдаю, как живут люди. Я бы сказал, что здесь вы своего рода... ...возвеличиваете других людей. То есть, что это значит? Ну, это значит, что вы сравниваете себя с другими людьми и считаете, что другие люди более успешны, чем вы. Потому что они делают всё то, что вам кажется недоступным. Влюбляются, жениться, разводятся, заводят детей и прочее, прочее, прочее. А подобная идеализация других людей, конечно, имеет под собой основания. В частности, в частности, и это, пожалуй, будет ответом на ваш вопрос о том, почему вы не нравитесь другим людям. Так вот, это обесценивание себя. То есть, если я смотрю на других людей, значит, мне интересно это делать. Мне интересно смотреть на других людей. А если мне интересно смотреть на других людей, значит, мне не интересно смотреть на себя. И если мне неинтересно смотреть на себя, то это, как правило, говорит об определенном отношении уже к себе самому. Соответственно, когда подобное отношение к самому себе появляется, то его чувствуют другие люди. От этого я никуда не деду. Так и получается, что люди чувствуют то, что вы сами о себе думаете. Поэтому я бы, конечно, здесь сказал, что у того факта, что вы прям вот чувствуете себя за витриной, смотрите на других людей, ну, как бы свидетельствует о некой изоляции, по крайней мере, по ощущениям. То есть вы чувствуете себя изолированы. Возникает вопрос, каким образом я прихожу к тому, что я чувствую себя изолированный. Почему я чувствую себя изолированный? На мой взгляд, связано это с фактом внутреннего сдерживания или фактом внутреннего подавления, что, в принципе, является, наверное, одним и тем же. Ну, все же, мне бы хотелось, наверное, немножечко это разграничить. Ну, вот просто такая на данный момент у меня блажь. Воспринимайте это именно как блажь мою. Потому что подавление и сдерживание может быть, в принципе, одним и тем же. Я здесь настаивать и спорить, конечно же, не буду. Так вот, ощущения себя заветрили, связанные именно с этим, что я не могу быть собой. Получается, что вы не можете быть собой по каким-то причинам. Ну, например, по причине того, что вы себя, допустим, обесцениваете, да? Например, вот, и вот вы себя обесценили, вы считаете, что пока какая вы есть, вы не нужна, вот, а какой нужно быть, вы не знаете. Плюс ко всему, когда ваше желание реализуется, то есть то желание, например, того, чтобы вам интересовались и все, нас это начинает еще и злить, что создает ощущение, что сама не знаю, чего хочу. Все это про ощущение внутренней мне свободы. А если говорить более функциональным языком, то это такое ощущение, когда я не знаю, что хочу проявить человеку. Когда я не признаюсь себе в том, есть ли мне что сказать человеку или нет. Это вообще-то абсолютно равнозначная вещь. И более того, если мне нечего сказать человеку, то на самом деле это куда более порой важный месседж, чем если бы вы хотели-хотели этому самому человеку что-что-то сказать. Но, опять же, чтобы это не воспринималось как молчание, да, или как, скажем, простой, или, скажем, как неловкость, или как-нибудь еще, ну вот, достаточно важно здесь быть к себе внимательным и, что самое важное, стараться не оценивать то, что происходит именно с вами. На мой взгляд, вы сталкиваетесь с тем, что оцениваете себя. Это может быть связано как в контексте других людей, это может быть связано как и в контексте собственных концепций. Собственных концепций мира, восприятий, желаний и так далее. Как это ни назови, а все равно суть остается сутью. Дальше. Я вижу, как люди встречаются, влюбляются женщинами, сражают детей, развлекаются, занимаются чем-то интересным. Все это очень увлекательно, но мне становится грустно. Более того, что сама я не могу поучаствовать в жизни. И вот здесь вы говорите о некотором важном, на мой взгляд, когнитивном искажении. Что это за когнитивное искажение? Попробую вам объяснить, как это выглядит, например, с моей точки зрения. Во-первых, вы здесь считаете и по факту прямым текстом говорите о том, что жизнь это только то, что связано с другими людьми. Естественно, другие люди являются частью нашей жизни, это правда. Но, на мой взгляд, для, так скажем, осознанного или для, так скажем, сознательного ценностно относящегося к себе человека, другие люди не могут служить основным источником и основной характеристикой своей жизни. Да, мы все выходим из семьи, мы все растем и вырастаем рядом с другими людьми. Это правда. Я не думаю, что можно будет, можно будет как-то оспорить или оспаривать тот факт, что именно другие люди формируют в нас вот это вот само такое ощущение жизни, да, то есть что мы живые, что мы не похожи на других. Но в определенный момент, когда человек достигает некоторого уровня зрелости, это должно, на мой взгляд, переходить на несколько иной уровень. А именно на уровень того, что я не отталкиваюсь от других людей, а отталкиваюсь от себя, от того, что есть во мне. И когда вы говорите о том, что я не могу поучаствовать в жизни, здесь мне довольно печально видеть, что вы связываете возможность поучаствовать в жизни только с достижением определенного уровня общения, определенного уровня контакта с определенным же человеком. То есть, иными словами, факт влюбленности, факт женитьбы, факт расставания, факт заведения детей и все такое не является, на мой взгляд, однозначным проявлением жизни, а точнее, точнее является скорее следствием этого, но не первопричиной. Первой причиной еще, на мой взгляд, является собственно направленность человека, вот, именно его собственно направленность, именно его собственная система векторов и ориентиров. И в этом смысле вы можете сами организовать то, как будет ваша жизнь протекать. И вы можете себе представить, что, что бы вы ни выбрали, везде, где бы вы ни были, везде, во всем, что бы вы ни делали, вам будут встречаться другие люди. Прикол лишь только в том, что в первом случае, если вы будете опакиваться от людей, ну, например, вы, допустим, пойдете туда, где, по вашему мнению, дислоцируются интересные вам люди, да? Прикол-то разницы между тем, что вы пойдете туда, где дислоцируются люди, которые вам нравятся, и тем, что вы пойдете туда, где вам нравится что-то другое, а не люди, да, например, вы идете в караоке, чтобы спеть песню, допустим, а не для того, чтобы встретить, например, какого-нибудь мужчину, да, и с ним познакомиться. Так вот, если вы, идя в караоке, если вы, идя в караоке, нацелены на то, чтобы спеть песню, а как вы, я надеюсь, понимаете, если человек идет и поет песни, это означает, что ему хочется что-то сказать неопределенному количеству людей. Он идет и говорит это. Он идет и делает это, потому что ему это важно. Здесь нет направленности на человека, но такой искренний месседж, скорее всего, будет услышан. Да, может быть не сразу, да, может быть не всеми людьми, но он будет услышан. Сомневаться в этом не приходится. И вот тут начинается самое интересное, что именно в таких аспектах изрождается то самое общение, когда жизнь ни одного человека соприкасается с жизнью другого человека. Понимаете? Вы же здесь, скажем так, к сожалению, отталкиваетесь немножечко от других моментов. Вы здесь, к сожалению, отталкиваетесь от других аспектов. Вы здесь заблакиваетесь, ну, в принципе, от того, о чем я, как бы, уже сказал. И, на мой взгляд, это вас и существенно подсекает. Когда мы сюда, получается, таким образом, вы находитесь в полной зависимости от того, одобрит ли вас человек, которого вы выбрали или нет. А это напряжение, это тревога, это, ну, скажем так, это определенная неуверенность. Причем неуверенность это такая достаточно серьезная, то есть, ну, это, как бы так сказать. Это неуверенность, которая, по сути, с вами практически всегда с этим тяжело жить. Дальше, я все время в стороне, да, потому что, вот, вы не позволяете своей собственной жизни, вашей собственной жизни проявляться. Я делал попытки влиться в разговоры, пытался разговаривать, общаться, но я не нравлюсь людям. Во-первых, как я уже сказал, значит, прямой связи между тем, что общение не складывается и тем, что вы не нравитесь людям, нет. Во-вторых, если общение выстраивается по принципу, если я хочу тебе понравиться, но не по принципу, что я хочу что-то сказать, это всегда чувствуется. Всегда чувствуется, что человек как бы смотрит на другого снизу вверх и отношение к нему, конечно, уже, прямо скажем, соответствующее. Поэтому здесь, я думаю, что вам нужно просто пересмотреть, скажем так, свой подход. Пересмотреть, скажем так, свою, если угодно, стратегию, стратегию поведения и, может быть, систему приоритетов. Сейчас она у вас такая, достаточно уязвимая, как мне кажется, уязвимая для вас самой. Дальше. Кажется, я что-то делаю не так. Мне лично видится, что вы уже заранее готовы к тому, что вы что-то не так делаете. Кажется, я не умею разговаривать. Возможно, если вам нечего сказать. На вопрос расскажите, что-нибудь у меня возникает супер. И не только у вас. Это абсолютно нормальная реакция, потому что это хилер, призванный заполнить пустоту. Я понимаю, что я абсолютно не интересный человек, мне давно о себе нечего рассказать. Ну, во-первых, я думаю, что это не совсем так. А во-вторых, я думаю, что такое может быть, то есть вы можете с таким сталкиваться, если испытываете сложности, как я уже сказал, с тем, чтобы наполнить свою жизнь. Как бы, ну, если можно так выразиться, да, своими впечатлениями, своими эмоциями и так далее. То есть я довольно легко в этом смысле могу вам поверить в то, что вы чувствуете себя неинтересным человеком. Но дело здесь не в том, чтобы чувствовать себя интересным человеком. Дело здесь, как вы, я надеюсь, понимаете, немножечко в другом. Дело здесь в том, чтобы наполнять свою жизнь. Чтобы она была вам интересной и чтобы она вам нравилась. Дальше. Я, с другой стороны, когда мне начинает добраться, что я делаю через каждые пять минут, меня это начинает злить. Это нормально, потому что это нарушение, вообще-то, личных границ. То есть это абсолютно нормальная реакция. Скажу даже больше, что если бы это было не так, то, ну, на мой взгляд, это бы от начала довольно серьезные проблемы и внушало бы некоторую тревогу. Некоторую тревогу за вас. Вот. Потому что личные границы свои, особенно когда их нарушают, или когда с ними, допустим, не считаются, необходимо охранять. Конечно, не возводить в абсолют, но охранять. Значит, когда меня допрашивают каждый пять минут, меня это начинает злить и общение не складывается. За это я никак не могу выйти замуж. И вот, понимаете, с одной стороны, вы вроде бы правы. С одной стороны, действительно, как выйти замуж без общения. Но с другой стороны, есть такое ощущение, что ведь не в этом дело. Вот сложно в данном случае мне избавиться от этого чувства, что вы хотите общаться с того, чтобы выйти замуж. А не потому, что вам хочется человеку что-то сказать. И нацелены вы, получается, на другое. Не на то, чем по факту занимаетесь. То есть, словно говоря, если вы общаетесь, если вы общаетесь, то вы общаетесь. Это означает, что вы хотите общаться и хотите что-то человеку сказать. А если вы в общине уже... То есть, если вы в общине и хотите выйти замуж за этого человека, то возникает диссоциация. Потому что неизвестно, выйдете вы замуж или нет. Да. Это всегда такая вот некая, получается, как бы лотерея. Вы не знаете, выйдете вы замуж или нет. Но общаясь, вы на это надеетесь. И вот такое наложение мотивов приводит к неудаче. Дальше. С одной стороны, я страдаю от того, что вы удаляете. С другой стороны, я терпеть не могу, когда лезут мои дела, что мои звезды стать нормальными. Я бы сказал, что это вопрос личных границ. Я бы вот так это сказал. Но на мой взгляд, это вопрос личных границ. То есть, вы описываете абсолютно нормальные вещи. Никому не понравится, когда лезут его дела. И вы описываете абсолютно нормальные вещи, когда говорите, например, что вам не хочется изоляции. Хочется контакта. Это нормально. Но подумайте, пожалуйста. Вам хочется контакта из дефицита или из профицита? Вам хочется контакта, потому что вам есть что сказать человеку? Или вы хотите что-то от него получить? Это очень важная точка входа в контакт в общение. На этом все. Удачи вам. Всего самого доброго. Я надеюсь, что пищу для размышления я вам дал и вам будет о чем подумать. Спасибо. Удачи. Удачи.